Старики рассказывают ещё, что на самом краю земного диска в давние времена фермеры запилили то ли тепловоз, то ли чёрт знает что. А только выглядит он как Very Little и вообще не похож на локомотив. Малыш. Точно. Типа на малыша. Вот это вступление к пациенту. Осталось только произнести название нашего героя. Мягкий знак МХ. Короче, тарам. Друзья, товарищи, сегодняшний ролик, как мы и обещали ранее, про железнодорожную экзотику, которая поистине неисчерпаема. Эдакий, знаете ли, паноптикум. Да кучи материала и фото почти нет. Вот как хош. Так вот, начало 20-х годов того же века. Появляются на свет знаменитые ЩИ-Л1 и ЮЭ-001. Оба с электрической передачей и тяговыми электродвигателями в стоке. Оба готовы тягать тяжеловесные длинно составные поезда. А вот тут у нас маневровая работа. Куда вы нам эти дуры суёте? Такая мощность здесь не понутру. Дайте нам маломощные тепловозы. Компактные. Чтобы солярки почти не жрали. Провалить совсем. И вдруг все понимают, что таким тепловозам и вовсе не нужна дорогая электрическая передача. Достаточно двигателя внутреннего сгорания и механической коробки. Как на ГАЗ-51? Да нет, родной. ГАЗ-51 ещё не придумали. Но ход мысли у тебя верный. Видите, НКПС решил проверить эту идею на практике. Заказав парочку тепловозиков мощностью не более 300 коней. И самое главное, с механической передачей. Заказ разместили на заводах Круп в Германии. Чтобы джентльмен понимал, Круп это крупнейший в истории Германии промышленный концерн. Основанный ещё в далёком 1822 году. И вот, в 1931 году завод строит два тепловозика, которые в том же году поступили в СССР. Посмотрите, это единственная фотография пациента. Ну, по крайней мере, мы думаем, что единственная. Если без рофлов, машина внешне напоминает своих старших братьев того же периода. Впереди холодильники с вентиляторным колесом. Затем кабина и машинное отделение. С дизелем и прочей требухой. Главное внешнее отличие в размерах. Наш пациент о двух осях, соединённых с парником. Ну и, конечно, механическая передача. Что ж, всем не терпится заглянуть под капот этого монстра. Извольте. Вот. Сам. Хотя можно слегка облагородить чертёж. Итак, друзья, в центре дизель. МАН. Шестицилиндровый, четырёхтактный, бескомпромиссный, в смысле бескомпрессорный. Мощностью как раз 300 сил при 700 оборотах в минуту. Максимальные обороты дизеля вполне взрослые. 850. Для запуска дизеля использовался стартер, получавший питание от батареи. Вращающий момент от дизеля передавался на коробку передач. Тоже здоровая дура. Причём передача осуществлялась через рессорную муфту. На тот момент новая фича. Коробка была не простая, а с секретом. Сами передачи переключались не как на ГАЗ-51, вот так вот, а с помощью особых фрикционных муфт с пневматическим приводом. Наверное, пассажиры часто путали звук переключения передач со звуком вентилей 0.15-8 и 0.15-9 электровоза ЧС-4Т. Но не будем отвлекаться. Всякие валы в коробке также начинали крутиться и передавали вращающий момент уже на отбойный вал. А он, наконец-то, на спарники, которые и крутили колёса. Года не прошло. Аккумуляторная батарея при работе тепловоза заряжалась от генератора, который, как мы понимаем, получал вращение через ременную передачу. Машина оказалась довольно-таки тяговитой. Максимальное тяговое усилие составляло 9 тонн. Это, конечно, не ВЛ-80С, у которого сила тяги 45 тонн, но разделите 45 на 8 осей. Получится 5,6 тонны на ось. А у нашего больного 4,5 тонны на ось. Таким образом, 5 малышей заменят целую 80-ку. А шалеть! И проволоку тянуть не надо, и полей магнитных нет. Гуляй, рванина! По длине 5 мягких знаков составят 43 метра. ВЛ-80С 32. Немного короче. Так мы вам больше скажем. Диаметр колес у этого чуда составлял 1220 мм. Для сравнения, любимый всеми 2Т-10Л со своими 1050 мм нервно курит в сторонке. А прицепные вагоны корыт со своими 950 мм вообще не понимают, что за дичь. Нет, говорю вам, мягкий знак МХ топчик. И скорость для маневров вполне ничего. Максималка 45 км в час. Вот только с названием Маху дал. Кстати, расшифровывается оно как эквивалентный паровозам мягкий знак с механической передачей. Но довольно быстро эти тепловозы стали называть мотовозами. И даже локотракторами. О май! Что там по эксплуатации больного? Увы, известно совсем немного. Уважаемый Виталий Раков пишет, что одна из машин черт знает какая работала на маневрах на участке Москва-Кубинка. Есть инфа, что она даже каталась с хозяйственными поездами. А вторая, видимо, в это время собакам хвосты крухила. Затем оба трактора попадают куда? Солнце на западе. Значит, Ашхабад там. Верно. Это чья Ашхабад? Где они продолжают трудиться до 1940 года. Когда локомотивы прошли КР и были перенаправлены на Московско-Курскую железную дорогу, где, по словам Ракова, некоторое время эксплуатировались на маневрах. Дальнейшая судьба этих малышей в тумане. Где-то в сороковых они, по всей видимости, были порезаны в металлолом и сгинули в мартиновских печах. А жаль. Короткий ролик получается. Инфы по этим теплякам очень мало. Но вот моделист Алексей Мурашов воспроизвел героя в 120-м масштабе. Благодаря этому мы можем увидеть машину и спереди, и сзади, и даже сверху. При подготовке ролика у нас возникла мысль. А вот если бы что-то подобное, такое же двухосное и механическое производилось сейчас, пусть и современными потрохами, был бы такой мини-локомотив востребован для промышленных предприятий или даже для маневров? Напишите ваше мнение, пожалуйста. И еще, как вам такой формат мини-роликов про экзотическую ретро-технику? Стоит ли продолжать? Оценивайте этот видосик лайком или дизом, проверьте подписку на канал и заходите на наши стримы. Еще раз всем спасибо, всем удачи и до новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры